привет дорогие друзья меня зовут и не марс мы с вами продолжаем проходить эндерал спустя уже черт знает сколько времени наверно месяца 2 я решил вернуться в эту игру потому что ну играть просто не во что вообще не во что это вспомнил что у меня есть еще эндерал незаконченный то есть мы здесь играли я закончил на том что мне вот этот хмырь который сейчас там стоит склонившись над столом говорил подойти через время я сейчас перед началом записи сходил поспал специально целые сутки спал пришел к нему он со мной по-прежнему не хочет разговаривать неизвестно сколько мне придется ждать возможно может даже неделю ему нужно обдумать какие-то вещи для того чтобы потом пойти на какой-то ритуал потом туда придем вернемся к нему поэтому сейчас мы наверное займемся какими-нибудь другими делами я пока еще если честно сам даже не знаю чем можно вот две души часть вторую начать выполнять я не знаю где-то находится нужно поговорить с калии о том что произошло в старом дотульграде да мы помнят там нам бандит повстречался то есть накинулся на нас не могу выкинуть из головы произошедшие в старом доль тут граде когда коля спасла меня от того бандита она как будто изменилась казалось что она была одержима чем-то чем-то темным и несомненно злым она всячески забегала моих вопросов но возможно сейчас она готова поговорить о тех событиях так можно с ней пообщаться можно также встретиться с джеспаром встречу сторожевой башни арка ну арк на самом деле очень далеко я не знаю до туда дойдем или нет но я его на всякий случай тоже выберу хотя с другой стороны не у меня будет путать мне кажется что калия все-таки гораздо ближе давайте попробуем сейчас найти где она там обитает неизвестно у меня карта кстати бажит почему-то заходишь в карту и здесь вот таком виде все выглядит очень неприятно и на самом деле здесь нет каких-то объектов до которые можно выделить куда-то поставить маркер то есть но карта глючит возможно это из-за установки каких-то модов которые мне сейчас он стоят на быстрое перемещение может еще на что-то хотя с другой стороны я с быстрым перемещением играл было все нормально причем долгое время играл на серии 3 уже я записал с быстрым перемещением если не ошибаюсь все было замечательно возможно я еще какую-то мод установил хотя я не уверен по-моему я только один ставил най найду я не я ничего да все я спутал сейчас немножко с deliver com deliverance и как это называется правильно то есть я там некие моды ставил тоже до хотел проходить игру но она мне дико фризит короче подвисает система очень очень сильно подвисает звук хрипит и то есть только из-за этого я не стала играть не он так бы наверное прошли бы все такие и так вот она и колено на встречу сразу идет только давай пообщаемся благословляет твой путь чем могу помочь тебе тогда вы пообщаемся короче они совсем и здесь просто чтобы поговорить это персонажа узнать да хотя на самом деле вот это больше мне кажется похоже ты долго была сама по себе на самом деле я с этой колеи общался не знаю почему нет у вас не выполнился мы вот это все спрашивали у ней долгая беседа у нас была мы колею узнавали ну давайте вот это узнаем может быть это удобно на самом деле я все еще должна тебе кое-что объяснить про старый дольтурград я так понимаю да да поговорим об этом где-нибудь в другом месте пошли а ну да точно она сказала что сейчас я не в состоянии говорить тебе про это подождем давай не как некое время мне нужно отдохнуть потом встретимся и так простить за всю эту конспирацию просто не хочется чтобы это слышал кто-то момент когда я нейтрализовала главаря бандитов старом дольтурграде уверенно тобой было подмечено что тогда я была другой да она перевоплотилась в черную страшную такую ведьму прям и убила его прям за пять секунд ну давайте правильно сказано ты кажется немного расстроена расстроена ты это очень осторожно подбираешь слова сайра я ценю это расскажу короче есть кое-что чего ты обо мне не знаешь об этом вообще-то никто не знает ты помнишь что я тебе сказала в лазарете после испытания о разрушенном поселении что ж я я была не совсем честно с тобой то есть ты знаешь что на самом деле случилось но все нет я действительно не знаю как я попала туда но я помню кое что прямо перед тем как я пришла в себя что-то вроде смутного воспоминания чувство сочетание с образом чувство что имеешь под этим подразумеваешь тяжело писать поэтому что это длилось недолго но я увидела себя но каким-то образом я была над крышами будто парила внизу я видела весь хаос мертвый огонь разрушены дома и каким-то образом чувствовала жар одно изнутри будто кровь моя кипела это звучит странно да извини но я не знаю как лучше описать это так это было воспоминание нечто что случилось на самом деле я не совсем понимаю это было на самом деле я уверена в этом но воспоминания он был каким-то расплывчатым будто сон но очень живой на что затем произошло ничего я проснулась а потом все происходило так как я тебе уже рассказала но не это я на самом деле пытаюсь понять в этом воспоминании когда я увидела все эти тела разрушения я почувствовала удовлетворение наслаждение как будто все эти страдания вся эта боль были самым бодрящим зрелищем которое когда-либо видела не думаю что до меня все дошло что ты пытаешься сказать ну я не знала что самой делать с этим воспоминанием долгое время но затем произошли вещи которые дали мне понять нечто находится внутри моей головы сайра нечто вроде второй души сущности большую часть времени она спит но есть ситуации когда она просыпается в особенности когда что-то отвратительное случается или же случилось кровь боли смерть когда вы не столкнулась с этими вещами она пытается не знаю как сказать она пытается контролировать меня а потом случаются вещи как старом дотульграде ей никогда не удавалось взять меня полностью под контроль не удавалось до самого старого доль града на протяжении долгого времени но с аэра воспоминаний из поселений я думаю вот что происходит когда я позволяю полностью взять и вверх иными словами внутри тебя находится какой-то демон если это название тебе кажется подходящим то да полагая мы оба с тобой знаем что эти история призрака который подчиняет себе живых всего лишь пугалки для детей если это поможет то считай это чем-то вроде искушение того которое просто ждет момента моей слабости чтобы захватить меня я полагаю что та сила которую ты внезапно приобрела во время убийства того бандита исходит из этой сущности внутри тебя понимаю мне нужно много принять и главное выбралась послушай то что случилось старом дотульграде и никогда больше не позволит такому повториться на кровь на его мече его выражение лица когда он атаковал меня я просто не могла не сдерживаться и когда это произошло я почувствовал себя такой целый такой взволнованной полноценной я была наивна что думала будто этого не повторится снова такой наивной и глупой теперь ты понимаешь это есть причина почему я так много упражняешь почему я пытаюсь сохранять спокойствие неважно что люди делают или говорят мне это создание внутри меня она всегда на чеку и единственный способ не позволить ему овладеть мной это если мне удастся контролировать все сто процентов моего тела и духа только один момент безрассудства это все что ему нужно по-прежнему баг и с мышкой выбираешь какой-то диалог а он выскакивает на другой немножечко это неприятно так ну давайте чё-нибудь еще и спросим такое и ты ничего не сможешь с этим поделать не никакого способа изгнать монстра никакого которое бы знала по крайней мере у кого я должна спросить у апотекариев есть два варианта развития либо они высмеют меня либо вас примут всерьез и сообщат о моем состоянии ордена и то ни другое не поможет мне и кто знает что орден сделает если они узнают особенно в такой напряженной ситуации как сейчас если вид носителей крови провоцирует это создание то почему ты в отряде бойцов ордене ну а какая была бы альтернатива перед пирийских книжек которым занимаются весь день магистры или носить и поливать теплой водой дворян верхнего города послушай сэйра как то бы уже было подмечено есть вероятность что это создание внутри меня ответственно за резню в поселении если это так то мне стоит много каяться не так ли и даже если нет я хочу изменить это сделать мир хотя бы немного лучше и да я понимаю это означает что я столкнулась с многими трудностями у меня будет много тяжелой работы но я не боюсь этого и знаешь почему потому что это то так много людей которые говорят 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 и никогда не действует потому что это означало бы для них и превозмогать что ради чего они верят ну ты и любишь таратуре тебе скажу прости если тебе это когда обидела я просто волнуюсь за тебя вот и все да я знаю прости за излишнюю эмоциональность я просто хотела прояснить это ладно единственное о чем я тебя прошу это держать все что я тебе рассказала в тайне больше до такого не дойдет я обещаю я бы хотела провести немного времени наедине и спасибо за возможность выговориться вот мы узнали историю калии да демона уничтожил целую деревню я только сам сейчас не знаю что происходит перевожу стих уже 8 уже тысяч раз и небо может рыдать пламени магистры никогда не меняются кто говорит ты чё за шумиха где вообще оказался как мне отсюда убираться то это вас называет прорицателем верно поздравляю с успешной сдачи испытаний я думаю в каком-то училище нахожусь местном магов видно прям скамеечки на которых они сидят хочу за дверью так а здесь они тренируют именно боевые навыки такие рукопашного боя скорее всего стрелкового и прочее а ну я наверно в этом же храме и нахожусь где лучше то кто шумел этот и ледяной маг здесь там рукопашечку отрабатывают хорошо себя ведут молодцы но у меня по-прежнему нет никакого уведомления о том что там необходимо подойти к этому нашему главарю нашего ордена и с ним пойти на какой-то ритуал по идее у меня этот квест выполнен я думаю если там все будет готово уже к этому я думаю мне появится прям сразу же вернуться к нему там поговорить с ним и еще чем в таком роде так и что туда-сюда брожу я сам не знаю куда мы теперь выбираться ко мне куда-то занесло просто вот таким образом я даже сюда так-то не шел темнота потом раз и я уже здесь где у вас выход мужики и бабы я хочу выбраться отсюда это что за место какой-то гадкой смотрите здесь все в какой-то лаве непонятное тут все выжжено там наверно алхимики буйствовали в свое время так но в этом кабинете мы тоже были да это очень трудно выбраться отсюда при походу придется прибегнуть помощи карты давайте смотреть а вот храм солнца просто прямо если идти и откуда я смотрю ну да странно что этом двери не видел так мы сюда пришли да он сюда значит так вот а вон они двери как я мимо них прошел я думал что это стены они сильно темные каюсь кстати у нас картиночки стали появляться в загрузочных экранах а до этого у нас были черные какие-то непонятные квадраты сейчас видно у нас очень такая атмосферная картина мне нравится подобное интерьер хороший лежит лук какая-то записочка видно да и походный рюкзак прям все навевает какими-то приключениями вот прямо сразу же бери его да и отправляйся в какие-то странствия сразу вспоминаю еще былые времена путешествие по скорей ему было время то сколько было прожито сколько было повидано сколько мы с вами всяких историй повидали сколько разных приключений ступай прочь да не очень-то с тобой хотелось говорить фу какая отвратительная мы в каких-то вообще непонятных захолустьях на самом верху и так понимаю это выше уже только небо так вот он тут храм я помню я к нему спускался я щас приблизительно значит ну немножко стал уже понимать где нахожусь с другой стороны как вниз-то уйти здесь то конечно это все понятно но если сюда спрыгну я скорее всего разобьюсь может тут есть какой-нибудь на что прыгнуть мне туда надо если я прыгну в водопад но не я убьюсь туда надо сходить как-то я в том же самом храме только наверху мне по сути нужно просто спуститься во внутренний двор в самый низ ну и там уже нас будет продолжаться уже все остальное так можно кстати на самом деле сейчас включить квесты и посмотреть что у нас еще есть из невыполненного здесь неподалеку где-нибудь может но это все сложно такие знаете мелкие квестики не очень интересны на самом деле мне больше лучше нравится такое историческое походить пообщаться кстати вот антракт подождите пока встреча будет подготовлена пока что никаких уведомлений нет ждем продолжаем ждать но и между тем сейчас пойдем попробуем пообщаться вот кстати обители сейчас сразу же возле него я окажусь возле этого парня нашего главного ордена он в обители находится это сейчас какой-то с обратной стороны зашел на нас стороны подвала может какого-то тоже обитель странно удивительно будет если я сейчас выйду точно там же откуда и зашел только где-нибудь немножечко там на 200 метров правее может хотя скорее всего мужа внутри если подписывается обитель дата апартаменты уже не изменятся да вот он стоит точно в обители он стоял это запомнил это ничего не хочет пока говорить пока что надо еще ждать он пока что не созрел для этого с ним будем общаться для того чтобы уже продвигаться поэтому квеста теперь выходим на улицу ну и пойдем наверное сейчас арку вроде там где-то возле ворот стоит этот кто-то второй с которым путешествовали с ним нужно тоже поразговаривать он нам что-то хочет вам рассказать поведать возможно это даже затянется на какой-то более долгий квест не просто там диалог и все здесь такое тоже бывает мы уже видали придешь с кем-то пообщаться парой слов обмолвишься а потом раз тебя заносит в какой приключением большущие какую-нибудь харам там сходишь еще куда-нибудь так странно что квест убрался я живу выделял очень странно и теперь еще даже и не видно да на молотву на карте это не видно где и плюс теперь еще здесь мы не посмотрим на компасе очень-очень странно ты такой что а что насчет вас по вам не скажу вы скоро лопните от радости по поводу моего посвящения а я должен я не уверен что ты заслуживаешь быть здесь за кореш вот заслуживает она хорошо успела доказать это за десять лет но ты быть может стоит хорошенько обсудить великим магистром твое место в рядах этих посланников а может и прям можешь кое-чем нам помочь но ты все еще чужак и как бы герб ты не носил на своей броне это ничего не сменит презираешь меня да ну ладно говорят говоря великомагистре вдвое похожи хорошо знаете друг друга верно но полагаем можно сказать и так да на таро талор я вместе проходили наше послушничество так значит вы трое на временно вступили в орден ты-то говоришь что орден это какая-то гильдия наемников ты не вступаешь в орден тебя избирают и у антареля и у меня родословные старше чем камни в этом храме таков был наш путь стать хранителями и вы ему последовали мы были не в праве выбирать выходит раз вы с аранте алем вместе стали хранителями вы тоже как и он служили в и на дане вы сражались на великой войне нет довольно сплетней я не в настроении болтать чтобы там великий магистр не уготовил для тебя удачи с этим мы его в тупик завели ну что утерся да столько пафоса а как про войну спросили а ты сам-то там участвовал нет он сразу такого по на меня по-моему поймали сейчас так как отсюда выбираться вообще где нахожусь это хроникум мне нужны какие-то обычные ворота какая-то калитка которая ведет отсюда и по-моему она вон там вот в самом конце если так не ошибаюсь мы что-то там пройдем где-то да ну-ка подождите не это вообще на самый верх идет как это обычный хранитель и с ним нет смысла говорить имеет смысл общаться только с именными у кого есть конкретное имя вот те могут нести какой-нибудь квестик так ненароком с ними поговоришь там глядишь чем-то может начаться легко так вот здесь наверно можно выбраться я кстати здесь бродил по вот этим же местам по моему искал как отсюда уйти а вот и оружейное можно поторговаться на самом деле с другой стороны мне не особо там еще продавать я так не собираю больше части а наоборот выкидываю все лишнее потому что много нахламляется и порой даже носить это очень трудно тяжело давайте сюда зайдем квартал бар о квартал то что надо арк он должен ждать возле ворот арка если я ничего не путаю я наверно сейчас выйду будь там где-то здесь стоять этот наш парнишка с картой надо что-то наверное сделать потому что ну так играть невозможно тем более если у меня стоит мод на быстрое перемещение спрашивается зачем тогда он нужен если я сейчас не могу открыть карту да и переместиться туда где я уже когда там бывал и это было бы очень полезно к тому же бы арку бы переместился туда где он стоит да и все и сейчас не пришлось бы там путешествовать ну хотя я запускал с такой целью по большей части если так разобраться просто походить по путешествовать поиграть в эту игру потому что еще раз повторюсь сейчас такой застой вообще ужасно и я прям я уже не стыдно даже становится я знаю что надо что-то записывать а записывать просто нечего вообще ничего абсолютно я смотрю что там выходит ну мне даже устанавливать такие игры стыдно и не хочется в этом просто такая гадость даже запускать их не хочется руки марать и нюшать она прям самого там не знаю низкого качества какая такому только может быть ну либо какие-то проекты такие как допустим про мышонка стелс я бы поиграл но она опять же тоже не оптимизирована это сейчас новый тренд о современных игр что не игра выйдет вообще про оптимизацию только очень как будто бы не слышали на моей машине на всю звуковую настолько загружает что у меня весь звук моего голоса хрипит то есть я записал там 40 минут и геймплей чистейшего первый взгляд сделал а потом начал уже на повторе смотрите там просто хруст хруст и хруст и слушать невозможно то есть потому что процессор именно нагружен эти игры нагружают процессор это говорит о том что именно оптимизация плохая памяти видео движка моего всего этого хватает не хватает именно мощности процессора потому что там какие-то дыры возможно есть в коде где сжирается вот эта память и то есть процессы не убиваются если ты куда один процессор запустил да он должен через время там убийца если он не используется здесь все они накапливаются 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 все эти процессы в итоге у тебя просто процессор погибает а там гудит наш как машина такое ощущение когда нам взорвется слышно аж прям так арк квартал бедняков возле ворота арка он должен стоять так мы сейчас в арке находимся то есть надо сейчас просто выйти главным воротам главные ворота я не помню где и у них по моему здесь если ничего не путаю было несколько ворот разных там север юг восток ну-ка это квартал бараков идет чуть тебе надо давайте зайдем туда может быть возле квартала бараков и стоит гляди сейчас с первого раза отгадая но хотя навряд ли главные ворота я помню их как они приблизительно выглядят они здоровые 2 такие там ну то есть две большие ставни там а здесь один одиночная дверь там их две должно быть сто процентов потому что я там помню фотался на прививку не такое место забыть невозможно кстати опять у нас картиночка очень красивая прошу обращать пашу внимание на них это реально круто сделано так мыши с квартале бараков находимся это очередной район этого арка то есть даже не на улице точнее за городом а это куда ведет интересно чужезем а вот кстати чужеземцев да это самый первый квартал с которого начинается весь этот город и то есть именно там по моему вести главные ворота где-то в самом конце если подойти точно что когда я заходил самом начале я попал именно в квартал чужеземцев когда мы знакомились этим городом это сейчас я здесь уже местный тем более уже не просто какой-то гражданин я уже служитель храма который здесь у них почитается находится на самой верхушке ну и туда могут попасть только избранные избранные такие как я весьма тоже уже знать большущая знать да вот они эти ворота вот они двойные про них я и говорил пределах арка вы также можете использовать указатели для путешествия между различными районами помню да вот они главное здесь я привяжучку делал эти ворота хорошо помню вот это все очень хорошо запомнил он должен стоять возле в ворот арка либо за ними либо может быть где-то здесь он торчит ходит туда-сюда неизвестно это пока что ты кто имена персонаж но общаться не хочет там кстати тоже что-то просто стоит что-то выуживает непонятно что хочет ты кто обычно пьяница сейчас каждая золотой на точнее здесь не золотые здесь что-то другое там серьезный маркетинг идет полным ходом прям вообще лучший товар не найдешь давайте выйдем за ворота скорее всего значит он стоит возле ворота арка наверно с той стороны все таки хотя ним не факт что все таки возле главных потому что ворот еще расскажу их помню здесь несколько их два или три точно там восточный выход какой-то есть такой маленький неприметный конюшни какой-то выходят и вот один здесь на 3 я уже точно не помню возможно есть из этого из подземного города где живет ну всякая такая черния подгород здесь называется яс простонародье то так ну вот они ворота арка ну давайте посмотрим может он реальный день здесь поджидает это мой коник кстати стоял там час то пещеры есть не исследованные можно и в них тоже зайти тут мы квест выполняли вы там били с каким-то большим троллем или кто-то такой там был ухты и погодка то испоганилась что там вообще конкретно плоховато стало но зато очень атмосферно сейчас это все стало очень красиво выглядеть и прямо очень нравится такую погоду путешествует замечательно кстати это тоже мой осел привет у меня даже у него имя есть это мы выиграли все это нам дали награду за квесты снова ты еще раз спасибо за помощь как там а ну вот вихре она нам и подарила вот вихрь называется наш попрошайки тузы ладно давайте сюда сходим мы еще пока что сарката не вышли главные башни я ворота арка да где он может ждать но квест почему-то не выделяется хотя прошлый раз когда я выбрал его он не показывал на него джес пор а вечером старовой сторожевой башни арка но все вот она сторожевая башня же джана загрузочная башня вечером да ну давайте дождемся так сейчас у нас сколько времени вам нужно и кровать для отдыха я забыл что здесь нельзя просто так взять встать и отдохнуть с другой стороны хотя бы время бы дали посмотреть я даже даже не знаю сколько часа время но так судя по ощущениям сейчас какой-то вечер все таки ну ладно будем ждать его кстати вот там на эту башню да вот показывает это но она не открыта может быть это она есть еще туда-сюда мечусь я хотел сходить мне сейчас пока до вечера в какую-нибудь пещеру которая у нас там на горизонте но давайте сходим все-таки туда я откроем эту башню мне кажется что она есть наверное сторожевая башня потому что так то по ощущениям уже вечер и по идее если это она то он должен быть там значит на месте ну ка это не ты стоишь но что удалось найти что-нибудь нет это не он а вот точно сторожевая бишня вам нужно вечером вернуться нам даже сюда написали прям конкретно да здесь спали положили специально для нас круто ахо не приду жертва я только обрадовался что нам как бы позволили до дождаться вечера ну то есть ты нашел верное верное местечко дожди здесь и все будет хорошо и ты с ним пообщаешься но не тут то было теперь неизвестно когда этот вечер наступит сколько нужно ждать надо искать какой спальник в любом месте сгодится дак она скаме нельзя ждать по моему хотя если сесть только попробовать теперь ты нажать вам нужно найти кровать да только кровать только хардкор короче здесь по-другому никак где такой вид страшный если честно какой то не знаю нелепых что ли и похож сейчас знать ухты ты кто такой охотник похож на хоббита из властельных колец последней битве когда они сражались на него шлем надели он тот такой же смешной осторожнее в это время суток на улице небезопасно мороз какой-то мороз я знаю здесь вообще везде небезопасно так мне надо не потерять голову эту крепость надо рядом с ней находиться всегда из поли видимости ее не убирать сходить в пещеру потом вернуться обратно к и я думаю сейчас поход в пещеру как раз займет ровно то необходимое время для того чтобы тут стемнело уже кстати музыка очень прекрасно заиграла прям вообще сказка по лесу походить в такую музыку так ты кто-то лис а вот это уже не лис ага это уже злой лис чуть-чуть а бешеная леса понятно все с тобой почему не музыку нарушаешь такая прекрасная музыка играет я иду наслаждаю себе природой свежестью представлять какая свежий сейчас палать в водичка вот этот на траве 1 а то самое ты нам сюда да здесь это уже эта пещера вот прям не вот вокруг него хожу такое ощущение вот она как выглядит я и думал где эта пещера убежище в шахте ну давайте заглянем там видимо что-то со скелетами связанные по моему сейчас где-то отсчета какая-то надпись скелет промелькнула возможно я нашел какую-то руку мертвого скелета нет здесь бандиты так ну с бандитами будем из-под тяжка если что я вызываю на подмогу медведя по старой тактике где они железную роду куют так ну там есть 3 у них и вижу можно обобрать их все спорти на господин отсюда идет ю моё авто гадина ой 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 вставай 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 беги да беги ты встань ты ёмой в конце концов фух где мой мишка я уж не помню на двойку он у меня на тройку а вот он ну ведь что давай познакомься с моим другом это мой настоящий верный друг собрат по оружию хорош на медведя нападать толпой сожрая его все молодец доедай завтрак подан а вот так мы сражаемся это вообще просто золотейшее свойство заклинания этот медведь что без него не делал вообще неизвестно я его как нашел это заклинание изучил так все прям вообще сказка прям началась сразу а так тут конечно враги очень очень жесткие они прям тяжелейшие каждый бой он прям как последний вот опять скелет что-то было написано вроде либо мне уже мерещится что-то так ну сейчас уже по полному праву можно здесь прийти обшманать их они все выбежали на улицу здесь никого не осталось вот это мы возьмем сожрем сами маленький камень душ конечно же стальную шлем кстати на маску джейсона похож очень красивый я возьму его только из-за внешнего вида свиток чародейской роны пускай в буту все сгодится вазы но это уже сильно мелочи яблочки ты бочки успел и кошель конечно у поспать можно серьезно давайте поспим есть я поспал его на месте теперь позвольте то урон это рассказать о текущих событиях хорошо пойдем сейчас послушаем квестик обновился это уже очень хорошо прям мы на месте хлеб заберем конечно тоже жители здоровые обязательно возьмем что-то еще полезного для нас есть ну а дальше уже просто всякий хлам остается пускай лежит жаль медведь теперь только растворился кстати дисциплины магии это возможно нас что-то обучит нет здесь такого не бывает наверное что когда мы открываем книжку у нас повышается навык это только в скайриме здесь книжки надо кушать но в кавычках конечно они находятся в разделе еда что очень странно и то есть ее когда изучаешь эту книжку читаешь как бы она пропадает но у тебя зато свойство появляется так я кого-то слышу уже какие-то разбойники возможно есть рядом но я иду напропалую мне нужно вот к нашей вышечке подойти и пообщаться уже с ним странно что он выбрал именно вечернюю погоду ну то есть вечернее время суток не знаю почему не понравилось ему там прийти днем там все равно никого не было но и наедине в уединении могли бы посидеть пообщаться там если у него даже какие-то тайные истории скажем которые не хочет что кто-то там краем уха услышал я думаю в этой сторожевой башне ни одной жилой души не бывает никогда вон трется а может он какой-нибудь оборотень вообще он сейчас покажет нам какой-нибудь этот фокус как он перевоплощается скажешь я давно хотел уже рассказать всем я вербольф ты меня пугаешь и голос у тебя страшный демонический прям ты где стоишь блин о появился ты че вампир исчезаешь да идем за мной пойдем только ты в стены не уходи опять ты исчезаешь прям я уже он за стенкой стоит а курсор просто показывает из темноты такой раз появился он походу реально вампир но давай рассказывай джаспер че че произошло я пришел за тобой этот персонаж занят по мне так он не особо занят может быть он хочет что мы залезли наверх и он сейчас появится вот мы и здесь погоди секунду и да вино или трубка я не курю не пью на самом деле ни то ни другое спасибо но я не хочу оуу жоль это в общем то был мой небольшой тебе подарок награда за успешное прохождение испытания но дело твое эээ да и не надо мне вино блин трубка ну на продажу только если я взял бы нет ничего лучше чем хорошая трубка и хороший вид ее сопровождающий всегда грустно видеть как мало людей по-настоящему ценят такие моменты ну ладно расскажи мне мой друг что движет тобой я задавался этим вопросом самого нашего знакомства я имею ввиду что никто ведь не заставляет тебя играть мальчика на побегушках у аронталия не так ли? а с твоими способностями с тебя бы вышел неплохой бой но я уже не говорю об опасности которым ты себя подвергаешь обеспечение безопасности на раскопках прохождение испытаний определенно это все гордость для тебя да ты умеешь говорить конечно на самом деле это очень хороший вопрос я все еще пытаюсь найти на него ответ я еще сам не знаю что происходит понимаю так или иначе интересно наблюдать как из одаренного магии беженца ты превращаешься в центральную фигуру во всем этом ты напоминаешь мне одну женщину с которой я когда-то путешествовал Лисию куда бы она ни шла в итоге она всегда оказалась в эпицентре событий это было 13 лет назад мудрый отшельник воистину время беспощадно как так получилось что вы стали путешествовать вместе? нас наняли для одной и той же работы обычно я предпочитаю работать один но это партнерство было освежающим во всех отношениях хорошо было ощущать что в кои-то веки кто-то прикрывает твою спину особенно в моей то работе поэтому после нашего первого дела мы решили держаться вместе и все шло замечательно по крайней мере пока только она была уже чересчур напористой так это можно назвать она хотела все и сразу редчайшие драгоценности самых красивых мужчин лучшие контракты попроси ее украсть корону золотой королевы она бы сделала это без малейших колебаний просто ради острых ощущений я так понимаю вы были парой? мы путешествовали вместе занимались сексом как то да согласно тому как большинство толкуют это является типа парой ну да ну можно и дружить по дружески тоже в принципе неплохо а как долго вы работали вместе? это продолжалось дай подумать да около трех лет мы были в Аразели Кири и Арктвенди а однажды даже дрались группы оконемевших на мили она сражалась так же пылко как и жила даже не зная выжил бы я в том бою без нее я думаю нет давайте ему сделаем комплимент по-моему она не слишком отличалась от тебя о да это так я люблю хорошее приключение и земные удовольствия но я могу обойтись и без них я всегда могу отличить сложную работу обезрассудной и это нередко сохранило мне жизнь Лисия же в общем в целом жила лишь по одному принципу чем опаснее работа тем лучше полагаю с такой позиции очевидно было что рано или поздно все полетит к чертям по любой из возможных причин а что с ней произошло? ну она стала желать большего от нашего партнерства от наших разговоров и редкого секса она видела это так ты либо идешь с ней до гробовой доски либо нет либо сдохнешь да? ну че давай дальше я не был готов к такому так значит она хотела что-то серьезного любви ага такое какое на себе ее представляла будь ее волей мы бы поженились после всего этого а чего хотел ты? это долгая история и не из тех что выставило бы меня в лучшем свете по крайней мере если ты придерживаешься таких же взглядов что и большинство давай лучше оставим это выходит вы разошлись разошлись? ага да это можно назвать и так ладно хватит во мне а что насчет тебя? кто-нибудь появился в твоей жизни? или жизнь одинокого волка единственная которую ты знаешь? ах никто меня не любит кому я нафиг такой нужен? ммм ммм ай ну никто по крайней мере пока надеюсь надеюсь пока правда? это удивляет меня а мне вот уже на всю оставшую жизнь достаточно драм секс меня вполне устраивает ну для большего для большего у меня уже не хватает наивности любовь, любовь, любовь говорю тебе люди так заблуждаются о своих ожиданиях иногда мне кажется что нам всем сильно помогло бы признать того факта что весьма немного отделяет нас от обезьян ну ладно почему бы тебе не рассказать мне побольше об этом испытании я слышал тебе довелось пройти во вместе с этой тихой девушкой калии как она? мне довелось услышать о ней кое-какие подробности полагаю такова жизнь наступает момент когда понимаешь что сделал все что смог бог мой а мы прям потеряли счет времени а? увидимся мой друг вот и пообщались еще и выполнили квест ой точнее выполнили получили новый уровень замечательно ну давайте здоровье повышать как обычно у меня надо чтобы было слишком много здоровья мне надо быть вообще мощным так у меня сейчас по моему квест обновился подойти уже к этому парню наверное там все готово да? позвольте Телу рассказать о текущих событиях да точно квест уже готов мы можем к нему отправиться тоже с ним пообщаться но быстрого перемещения увы сделать не удастся сейчас если только вот таким образом отсюда как-то попробовать нет не работает отсюда к сожалению ну хотя на самом деле арк сейчас не так уж и далеко ну-ка если здесь открыть да закройся ты карта мира вот вот он арк только передвинуть только маркер можно максимум поставить а выбрать невозможно в любом случае походу придется именно пешкодрапом туда идти вот такие вот у нас истории что одна что вторая мы узнали сегодня поближе с вами наших двух спутников ну а вообще давайте на этом с вами сделаем паузу ну я потом уже наверное вернусь уже вне серии туда к нему а следующую серию мы с вами уже начнем с диалога это наш главный квест то есть посмотрим к чему нас это все приведет спасибо за просмотр надеюсь вам понравилось это видео если же так можете меня поддержать поставив палец вверх можете также написать какой-нибудь комментарий и подпишитесь на канал а также вступайте в группу вконтакте если вы еще этого не сделали а с вами был Дэнни Марс до новых встреч